156 семей Уральска мерзнут в своих квартирах. Согреваются жильцы девятиэтажного дома электроприборами. Батареи, по словам коммунальщиков, еле-еле теплые из-за слишком мощных теплонасосов. Подробнее о проблеме расскажет Альбина Кумар-Галиева. Батареи вообще еле теплые у нас. Получается, здесь прохладные, на кухне и спальне. В этом доме на Манкеулы Динара Кужентаева живет третий год. Все три отопительных сезона многодетная мама вынуждена пользоваться обогревателем. Говорит, газовая плита горит круглосуточно. Спим сейчас в одной комнате, получается. Этот обогреватель у меня целый день включен. Вот свет у меня, видите, сколько его ходит? 13 тысяч, получается. 13 тысяч мы, получается, просто плодим. Жильцы заверяют, раньше проблем с теплом в доме не было. Пару лет назад заметили, что в квартирах заметно похолодало. Затем дом переподключили к другой теплотрассе, которая подает тепло всего в три многоэтажки. Но проблему это не решило, поэтому решили заменить насосы. У них стояли насосы мощные. Такие насосы стоят, как котельные, которые подают на 11 домов. Они поставили два насоса, поставили в один дом. И, соответственно, поднимают давление, которое задавливает котельную. Из котельной дают выйти давление. В соответствии с этим было комиссионное решение, совместно с Акиматом, с ЖКХ, поменять насосы. Сейчас стоят три, два, у них стоят насосы. Раньше стояли на 5,5 килограмм. Понимаете, это наши собственные насосы, которые мы жили 9 лет здесь. Никому не мешали, ничего не было. Но почему-то в этом году мы кому-то начали мешать. Ну, это не наша тоже проблема, то, что в пятиэтажках каких-то нет. Решайте это проблемы с ними, понимаете. У них нет своей котельной, у нас стоит своя котельная. Но мы первый дом, который туда относится. Я не знаю, значит, к нам подключили еще какие-то новые дома. Специалисты заверяют, все тепловые параметры соответствуют нормам и считают, что для использования лучевой системы подачи тепла в квартиры надо заменить трубы. Сейчас ЖКХ нам предлагает, чтобы здесь стоят трубы с диаметром 20-ка. Теперь надо его менять на 32. Это согласно нормам и правилам. Предлагает сейчас один квартиру менять на 32 трубу и посмотреть, результат будет говорить. Если проблема решится, тогда надо полностью менять внутреннюю систему отопления. Менять систему отопления жильцы считают нецелесообразным. К тому же расходы лягут на их плечи. Дом относительно новый. Построили его по госпрограмме. Для решения проблемы в Акимате создали рабочую группу, куда вошли представители коммунальных служб, ЖКХ и даже депутаты данного участка. Принять окончательное решение обещали в кратчайшие сроки.